Всем привет! С вами Игорь Шомов. Друзья, в сегодняшнем видео расскажу вам о комете, которая называется СИД-2019Y4 или по-другому Атлас, ее еще иногда называют. Этой кометой сейчас сильно пугают, но хочу вам рассказать, как с ней дела обстоят на самом деле. Итак, как вы уже наверняка догадались из названия, где присутствуют цифры 2019, эта комета была открыта совсем недавно, в 2019 году, а точнее 28 декабря 2019 года, то есть всего за несколько дней до нового года. Открыта она была автоматизированной системой, которая как раз и называется сокращенно Атлас. Несмотря на то, что открыта она была совсем недавно, ученые уже очень внимательно и тщательно просчитали ее траекторию. Известно, что она имеет период обращения вокруг Солнца равный 5476 лет. Тем не менее, эта комета уже преподнесла такой некий своеобразный сюрприз. Было просчитано, что свое минимальное расстояние до Солнца она пройдет в мае 2020 года, но считалось, что по всем показателям, которые есть, ее видимость будет не такой сильной. То есть считалось, что ее, возможно, будет с трудом видно невооруженным глазом в такую в ясную темную ночь. Но в феврале 2020 года произошли изменения и вдруг комета, в общем-то, стала достаточно резко увеличивать свою яркость. Поэтому на данный момент считается, что если она такими же темпами будет увеличивать свою яркость, то в мае месяце, когда она будет проходить минимальное расстояние, ее блеск будет уже сильный. То есть он будет соответствовать на небе где-то блеску полной Луны и эта комета будет видна даже днем. Ну и теперь вопрос, который наверняка волнует многих, на каком расстоянии эта комета пройдет от Земли, потому что пугальщики наверняка уже рассказывают о том, что она должна столкнуться. Так вот, в точке максимального сближения этой кометы с Землей, которую комета пройдет 23 мая 2020 года, расстояние, минимальное расстояние до этой кометы от Земли будет 0,781 астрономической единицы. Ну а астрономическая единица у нас равна, ну примерно равна такому вот расстоянию от Земли до Солнца, то есть в районе 150 миллионов километров. Точно вам не буду эту цифру называть, но в районе 150 миллионов километров. Поэтому нехитрые подсчеты могут показать, что эта комета пролетит от Земли на расстоянии 120 миллионов километров. Ну, примерно. Как вы видите, расстояние просто гигантское. И, конечно, остается только один вопрос по поводу того, насколько мы сможем наблюдать ее на небе. Потому что пока вот вопрос с изменением ее яркости и какая будет динамика в этом вопросе пока остается неясным. Известно, что в мае месяце, как раз когда будет минимальное расстояние, эта комета будет проходить по созвездиям Жирафа и Персея. Считается, что в первые две недели мая 2020 года эта комета будет увеличивать свою яркость, но в то же время будет опускаться к горизонту. Лучшие условия для наблюдения за этой кометой сложатся в средних широтах Северного полушария. Так что те, кто проживает в этих широтах, вполне возможно смогут понаблюдать очень интересную картину на небе. Это надо будет успеть сделать в мае месяце, потому что 31 мая эта комета пройдет свое, скажем так, минимальное, точку минимального расстояния до Солнца и дальше начнет только удаляться. Вот такие основные данные известны об этой комете на данный момент, но основные данные не изменятся, непонятно пока лишь ее яркость, то есть насколько ее можно будет наблюдать на небе невооруженным глазом. То есть сможем мы с вами без каких-либо технических средств понаблюдать за этой кометой или нет. Но в мае месяце это будет уже лучше видно, а пока если будут появляться какие-то новые данные, я конечно буду отслеживать эту ситуацию и если будет что-то интересное, вам обязательно расскажу. Пишите ваши комментарии, ставьте лайки, ставьте плюсики в комментариях, если видео вам понравилось. И у кого есть возможность, поддержите мой видеоканал, ему сейчас очень нужна поддержка для продвижения. Есть кнопка спонсировать, можете нажать на нее, выбрать интересный для вас уровень и в качестве бонуса просматривать мои эксклюзивные видео. А также там есть реквизиты для прямых переводов. Заранее всем благодарен. Спасибо всем за внимание. Подписывайтесь на мой видеоканал, оставляйте ваши комментарии. До встречи в новых видео.